Кто хочет еще подключиться к нам в ходе нашего семинара, уважаемые коллеги, я очень рада всех вас приветствовать на первом в этом году Европейскому онлайн-семинаре Центра комплексных европейских и международных исследований, который состоится на тему производства знаний как механизм легитимации внешней политики Европейского Союза. Меня зовут Королева Лолита Витальевна, я буду модерировать сегодняшние мероприятия. Позвольте представить наших уважаемых спикеров. Основным докладчиком на сегодняшнем семинаре выступит Корнеев Олег Владимирович, кандидат исторических наук и доцент Департамента международных отношений факультета мировой экономики и мировой политики Высшей школы экономики. Дискуссанты сегодня выступят в числе трех. Представлю первого дискуссанта Болгова Ирина Вячеславовна, кандидат исторических наук, доцент кафедры прикладного анализа международных проблем, а также заместитель директора Института международных исследований МГИМО МИД России. Вторым дискуссантом у нас сегодня будет Шейн Сергей Александрович, кандидат политических наук, академический директор Аспирантской школы по международным отношениям и зарубежным региональным исследованиям Высшей школы экономики, а также научный сотрудник в СКЕМИ и доцент Департамента зарубежного регионоведения нашего факультета Высшей школы экономики. И, наконец, Королев Александр Сергеевич, кандидат политических наук, заместитель директора и ведущий научный сотрудник Центра комплексных европейских и международных исследований, а также доцент Департамента международных отношений факультета мировой экономики и мировой политики. Состав сегодняшних участников прекрасный, потому что у нас присутствуют и специалисты по Европейскому Союзу, и специалисты по Центральной Азии, по вопросам интеграции. Я думаю, что наш сегодняшний семинар пройдет просто замечательно, но прежде всего я говорю, какая у нас будет процедура. Сначала у нас выступление основного докладчика в течение 20-25 минут, затем выступление дискуссантов в течение 10 минут и сессия вопросов и ответов, в рамках которой все участники семинара смогут задать вопросы. На этом я не буду забирать наше драгоценное время долгими вступлениями и хочу передать слово Олегу Владимировичу. Олег Владимирович, пожалуйста. Лолита, коллеги, добрый вечер. Всем действительно добрый вечер. Сразу скажу, что это волнительно, когда я сейчас услышал, что это первый семинар Центра в этом году. Волнительно быть первым. И, в принципе, волнительно на вашей площадке выступать. Такое серьезное мероприятие для меня всегда. Я был раньше слушателем ваших семинаров, и вот теперь оказался в другой роли. Ну, надеюсь, что как-нибудь я буду с ней справляться. Я бы попросил, если можно, когда у меня будет оставаться 5 минут из 25 мне сказать, чтобы я свернулся, как-то упакал в какие-то основные мысли. Возможно, не сразу, но я буду, наверное, использовать какие-то слайды, просто потому что там будет текст, который будет сложно воспринимать. Там будут цитаты, да, там сложно воспринимать его. Поэтому я думаю, что все это тоже сработает. Ну, не с самого начала и не все время у меня будут слайды презентации, потому что там ничего такого особенного нет. Это исключительно визуализация. Поскольку мы во времени ограничены, то есть я бы на такую тему, и в том виде, в котором я хочу рассказывать, я, конечно, говорю гораздо дольше, но, разумеется, у нас есть формат. Поэтому я где-то немножко пройдусь поверхностной, скажем так, голубом, да, потом буду рад, если будет возможность после дискуссии и на вопросы какие-то детали немножко больше подсветить. Хотя, опять же, сразу второй разговор, который я говорю, важный, это то, что, несмотря на заявленный фитерический фокус Европейский Союз, Центральная Азия, мне бы хотелось как можно больше поговорить именно о концептуальных, о теоретических и методологических аспектах. Хотелось бы, но не совсем это получится, я уже это прекрасно понимаю, да, я понимаю, что нужно рассказать немножко обо всем. И, тем не менее, это просто как такой дисклеймер, да, кавиа для тех, кому хотелось бы больше узнать и услышать об этом. Но я думаю, что вот здесь я могу сделать отсылку к контексту, в рамках которого это выступление, в принципе, появилось, потому что для меня этот разговор, это, скорее всего, такая иллюстрация того, о чем действительно хочется поговорить в теоретическом и методологическом смысле и в таком ключе, а при этом фокус на взаимодействие, на интеракции Европейского Союза и Центральной Азии, как мы это называем, это, в общем-то, фокус всего спецвыпуска журнала, который вышел какое-то время назад, и я уверен, что и об этом многие, в том числе, и от меня слышали, но те, кто не слышали, я могу сослаться на этот журнал, журнал посвящен полностью взаимоотношениям Европейского Союза и Центральной Азии, и с нашим концептуально-теоретическим и методологическим фокусом он проходит по основным аспектам, которые нам казались важными, поэтому тем, кому интересно, пожалуйста, советую посмотреть, могу поделиться статьями, если у кого-то нет доступа, некоторые из них в открытом доступе находятся, и в том числе эмпирика, скажем так, того, о чем я сегодня говорю, она связана, базируется, можно сказать, в общем-то, на статье, которую мы писали с авторством Карлины Кучевска для этого журнала, и она совсем такую узкую проблематику затрагивает, абсолютно специфичный аспект, который при этом кажется нам очень значимым, а это то самое производство знаний, которое стоит в заголовке названия сегодняшнего семинара. Нам кажется это значимым, а мне кажется сегодня это еще более значимым, не только и не столько потому, что интересно об этом говорить в контексте отношений с Центральной Азией и внешней политики ЕС, а просто потому, что об этом интересно и важно и нужно говорить с точки зрения такой научной уже значимости в контексте вообще изучения деятельности разных акторов и международных организаций прежде всего. И здесь, наверное, мне стоит признаться, что мой интерес как раз вот с этой стороны когда-то и зародился, потому что изначально проблематика легитимизации и скорее даже самолегитимации, самолегитимизации международных организаций, она для меня возникла не в контексте Европейского Союза, а в совсем другом сюжете и в сюжете того, как этим самолегитимацией занимаются другие международные организации, об этом у меня есть одна публикация посвящена исключительно этому вопросу, международная организация по миграции и ее деятельность по самолегитимации в Центральной Азии, а другая статья посвящена Всемирному банку. Немножко в другом тоже аспекте там разворачивается дискуссия, но этот момент тоже освещен. То есть мой интерес, скажем так, вот к этому, вообще к этой проблеме, как международные организации стараются легитимизировать свою собственную деятельность в разных контекстах и прежде всего, как они стараются это сделать в поле, на земле. Этот интерес, он довольно давний, а здесь он получил преломление в рамках нашей работы над спецвыпуском, в том числе, получил преломление в сторону Европейского Союза. Это такое длинное вступление, оно на самом деле выполняет еще и роль как раз концептуальную, потому что станет понятнее, на что я делаю акцент в дальнейшем, но я надеюсь, станет понятнее. И еще одно пояснение уже теперь специфически связанное с ЕС. Опять, дискуссии научные, конечно же, очень богаты на эту тему, я здесь, поэтому не пытаюсь сказать ничего особенно нового, но хочу показать, скажем так, где я себя вижу в части моего представления о том, что такое внешняя политика ЕС. Вот здесь для меня в этом разговоре и вообще под внешней политикой ЕС я понимаю то, что понимается широко, то есть то, что называется там в русле ИД Стефана Кюкеля «European Union Structural Foreign Policy» — это структурная внешняя политика Европейского Союза, и это уже очень давно введено в научный оборот, и эта книга в 2007-2008 году была опубликована, и в дальнейшем он эти идеи развивает, и я воспринимаю, соответственно, именно эту трактовку как близкую тому, чем я занимаюсь. То есть внешняя политика — это, в общем, все внешнее взаимодействие или взаимодействие Европейского Союза с внешним миром, которое, соответственно, может быть упакована как политика в сфере содействия развитию или сотрудничество в сфере регулирования миграции условно, сотрудничество с этими странами, странами происхождения и транзита мигрантов, например. Для меня все это представляет как раз то, что Кюклер называет «внешней политикой ЕС», не сужая это только до тех моментов, которые строго институционально определены, как внешняя политика. И вот все остальное, все мои комментарии и мои трактовки, примеры, они будут как бы связаны в том числе и с таким пониманием. И в этом смысле, с одной стороны, получается, что разговор шире, чем просто в внешней политике ЕС, да, вот в таком контексте он шире. Но, с другой стороны, аналитический фокус однозначно очень-очень специфичен, он смещен на то, что касается производства и использования знаний в контексте и для целей этой самой внешней политики. Вот сейчас я постараюсь как бы разобрать в каком-то смысле, может быть, название даже где-то по частям, и таким образом уже основную часть истории расскажу. Основной фокус того, что меня интересует в нашем сегодняшнем разговоре, в этом выступлении, в этой дискуссии, это все-таки действительно значимость самолегитимации для деятельности международных организаций и, в частности, для Европейского Союза. А это вот первый важный момент. Как я сказал, эта тема далеко не новая, конечно же, и в литературе по международным организациям вообще, и в литературе по Европейскому Союзу есть очень много замечательных публикаций, да, которые этому посвящены, и очень интересные и живые дискуссии. Ну, просто для того, чтобы, опять же, немножко очертить круг, да, в частности, о проблематике самолегитимации международных организаций, посвящены целая серия работ, которыми занимался я в разных проектах Доминик ЗАУМ, и его коллеги, но на самом деле есть еще и многие другие, просто вот это то, наверное, тот вариант, который мне кажется ближе и интереснее, да, потому что он как раз связан с практиками, о чем мы будем говорить сегодня, практиками самолегитимации, а в контексте, например, изучения Европейского Союза, ну, одни из самых, наверное, таких, задающих тон обсуждению работы-то работы Ахима Фюлермана и других коллег его из его университета в Канаде и также его коллег в континентальной Европе, где проблематика, скажем так, легитимности, с одной стороны, и легитимации, самолегитимации, она подается с очень разных сторон, да, то ли речь идет о том, что мы смотрим на то, кто вовлечен в процессы принятия решений, формулирования политики и ее реализации, да, это то, что называется input legitimacy, и, соответственно, практики, которые вокруг этого крутятся, да, практики легитимации, которые использует актор для того, чтобы вот эту сторону подчеркнуть, да, и здесь свою легитимность усилить, или это касается, наоборот, output legitimacy по поводу того, что же там производится в итоге, да, какие решения принимаются и что мы получаем на выходе. Я бы сказал, ну, вот, для того, чтобы было понятно, что то, что нас в итоге интересовало с Каролиной, как с автором, и то, что меня интересует в большей мере, в принципе, это, наверное, первый вариант, да, потому что меня интересует вот этот самый момент вовлеченности или, соответственно, не вовлеченности, да, каких-то акторов в процессы разработки и реализации политики. Я сейчас объясню, почему это важно, потому что это очень хорошо и очень сильно связано с так называемым локальным поворотом, да, это все вообще все эти повороты и все вот эти термины, которые я здесь буду употреблять, большая часть из них проходит очевидно в кавычках. Локальный поворот в том, что мы воспринимаем как глобальный контекст содействия международному развитию. Что это означает? Это означает, что на протяжении теперь уже довольно продолжительного времени мы наблюдаем, как разные акторы и международные организации, отдельного государства, важнейшие доноры, они в публичную сферу транслируют мысль о том, что в разработке и реализации мер по содействию международному развитию очень важно слышать локальных, да, местных акторов. Очень важно учитывать и задействовать местные интересы. Слышать их, понимать их, фиксировать и дальше использовать и привносить их в то, что вы делаете в этой сфере. Это очень хорошо показано в литературе, это мы очень хорошо можем наблюдать эмпирически, и это то, что очень свойственно Европейскому Союзу. Это то, что есть и в стратегических коммуникациях Европейского Союза, и в общем-то в литературе, в которой эти коммуникации, в том числе дискурсы, нарративы ЕСПО тем или иным, сюжетом разбирает, анализирует, препарирует. И поэтому получается, что вовлеченность местных акторов или невовлеченность, отсутствие такой вовлеченности, да, и эта увязка, скажем так, с процессами, с практиками, сами легитимации, это, наверное, мне представляется таким важнейшим моментом, на который мы хотели посмотреть, на который посмотрели в итоге, и то, что меня продолжает интересовать. Как у Европейского Союза это происходит? Насколько дискурс о такой вовлеченности местных акторов разного типа и свойства, и местных сообществ, например, насколько он пересекается, да, корренирует с практиками, которые мы наблюдаем. И я сейчас подойду как раз к этим практикам. Практики – это как раз то, что, в общем-то, больше всего… нас в контексте работы над этой статьей интересовало, то, что меня интересует довольно давно, и это внимание к практикам, вот это частное внимание к практикам в случае с Европейским Союзом, на самом деле является таким отдельным случаем, да, внимания к практикам, к которым у нас призывает та литература, те исследователи, которые в итоге сейчас попадают в такую общую категорию, практический поворот в теории международных отношений, в теории и методологии, я бы сказал, потому что это скорее именно методологическая посылка в большей мере, нежели теоретическое с точки зрения классического нашего представления о том, что нам там теория говорит и зачем нам нужна. Этот практический поворот в международных отношениях, мы можем его условно, да, я сейчас точно хочу подчеркнуть этот момент, условно зафиксировать где-то около 2011 года. Почему? Потому что в 2011 году публикуется статья, которая в итоге стала статьей такой флагманской, знаковой, статья Эммануэля Адлера и Венесана Кульо, которая называется «Международные практики». Потом они же редактируют замечательный, прекрасный коллективный труд, который называется точно так же, если мне память не изменяет, и, по-моему, это тот же самый год, на самом деле, 2011 год. И в нем уже, в этой коллективной монографии, мы видим, в общем-то, имена, которые потом будут повторяться, они будут то тут, то там появляться в контексте как раз разговора о том, насколько важно отойти от, ну, позволю себе сказать, в каком-то смысле несколько поднадоевшего такого, да, внимания исключительно к дискурсивным моментам изучения международных отношений и как бы вернуться, что называется, в поле, вернуться к земле, вернуться к практикам, к наблюдению и к пониманию не только того, что акторы говорят и как они это делают, но еще и о что они вообще делают. То есть внимание к тому, что в социальной теории называется акции и интеракции, да, взаимодействие акторов друг с другом в разных контекстах, причем, что важно, да, и это тоже момент, который стоит выделить, именно взаимодействие, именно интеракции на микроурах. То есть мы сейчас говорим не о внимании к каким-то таким ключевым событиям, каким-то масштабным, которые нужно сфиксировать и разобрать, а вот внимание к тому, что же происходит в такой ежедневной и рутинной практике взаимодействия, да, и вот именно это внимание, мне кажется, очень хорошо обосновано как раз вот в этом практическом повороте, говорить о котором можно бесконечно, да, я просто хотел сигнализировать, что там очень много всего родилось и смогло развиться с 2011 года до сегодняшнего дня, но что важно, что если мы посмотрим на этот практический поворот не глазами международников, а глазами специалистов просто такого более широкого междисциплинарного поля социальных наук, то мы увидим одну довольно понятную и простую вещь. Отдельные, я бы сказал, доминирующие на данный момент подходы к изучению практик международных отношений, они на самом деле очень сильно роднят эти методологические подходы с довольно классическим пониманием этнографии, с тем пониманием, которое в социальной антропологии было до всех постмодернистских включений, моментов там и реформ, а другие подходы, напротив, как раз ближе к такому постмодернистскому прочтению, но все той же самой этнографической работы. К первым можно отнести, в принципе, как раз тех самых Адлера и Пульо, которые базируются во многом на самом деле на Бурдьо, базируются на идеях, в том числе сообществ практиков, это Венгер, и дальше специфично применение этих идей к изучению Европейского Союза и в частности внешнеполитической линии Европейского Союза, это на работе таких авторов, как Федерика Бикки, вот она как раз несколько замечательных статей, только статей теперь по поводу сообщества практиков и с фокусом на такую институциональную статей в ЕС. Но мне в каком-то смысле, наверное, даже интереснее сейчас кажется то, что делает, пытается делать Рафаэла Дель Сарто, которая изучает так называемые Borderlands, European Union Borderlands, и она пытается тоже это сделать через понимание этих подходов практических и практик на разных уровнях, которые Европейский Союз использует в своих отношениях с Северной Америкой, прежде всего, ну, в принципе, с Южным Средиземноморьем. Есть еще масса других работ, но они примерно в этом же русле. Если немножко расширить, мне кажется, очень важный момент, и, наверное, одно из самых удачных применений этого подхода, это вообще, конечно, работа, не имеющая отношения к прямому, к изучению исключительно ЕС. Это книга, которая называется Peace Land, которую написала Северина Це. Тут, наверное, помогает ее как раз базовое образование социально-антропологическое, но она использует эти подходы практического поворота для того, чтобы изучать практики миростроительства и укрепления безопасности в Африке сначала, а потом и шире по другим странам, регионам мира, и она очень активно использует настоящие такие классические полевые наблюдения. Спасибо большое, Лита. Да, это очень важно. Это вот один вариант того, как это можно делать. Другой вариант – это то, что предлагается, скажем так, такой группой авторов во главе, неформальным таким лидерством, Кристиана Бюгера. Кристиан Бюгер являлся учеником Кратофила в Европейском университетском институте, поэтому сначала у него были какие-то идеи, скорее, ближе к тому, что предлагает и предлагал учитель в русле такой философии и прагматизма. Но потом он перешел к более прикладным моментам и решил, видимо, застолбить поляну, простите за жаргон. И он предложил действительно очень прикладную, практико-ориентированную версию исследовательской программы по изучению практик международных отношений. Он ее назвал «проксиографией». И там он сформулировал три основных момента, что, по его мнению, подходы, но более жестко структурированные вокруг трех основных моментов. Он называет их «концептс», «сайтс» и «контроверсис». И получается, что первый момент нам очень понятен, он связан очень сильно с исследованием все-таки так или иначе дискурса и нарратива. Это проблемные концепции, да, те, вокруг которых есть споры. Третий момент – это как раз больше имели внимание к конкретным практикам взаимодействия, которые происходят, и что там такого проблемного происходит, какие там «контроверсис» возникают. А вот внутри этого есть его фокус на том, что он называет «сайтс», то есть площадки. И это очень такой явный намек на самом деле на его восприятие идей Мертона о ключевых исследовательских площадках. То есть если мы в своем исследовательском процессе четко определяем, какие площадки, физические площадки или виртуальные, являются в нашем поле ключевыми, и если мы в контексте этих площадок пытаемся идентифицировать проблемные концепции и следовать, да, как бы наблюдать за сложными какими-то вот такими иногда контрпродуктивными практиками, то это, по мнению Бюгера, да, и есть, в общем-то, такой скелет того, что он называет проксиографией, и того, что является таким сейчас одним из, в общем-то, доминирующих подходов к этому изучению. Поскольку времени уже практически не осталось, что я хочу сделать, как раз показать пару-тройку слайдов с комментарием, да, которые мы, в общем-то, для себя сделали, как наиболее важно, нам кажется, в ходе изучения того, что делает Европейский Союз в своей внешней политике, в интеракции с Центральной Азией, как бы в плане легитимизации, мы показываем очень четко, что именно легитимизация, самолегитимизация, легитимизирующая функция производства знаний для Европейского Союза является ключевой, как раз на практике, да, как раз через те практики, которые он организует, которые он использует, и которые мы наблюдаем в итоге и в плане производства знаний, и в плане их использования, поскольку местные акции, конечно же, очень активно задействуются, но их вовлечение и их задействование носит вот такой легитимизирующий характер, поскольку все то, что местные акторы вкладывают, вот тот самый момент input legitimacy, да, то, что им удается вложить с точки зрения производства знаний, то, что они дают Европейскому Союзу, как некий накопленный багаж, не находит в итоге выражения в том, что Европейский Союз производит как свой policy output, да, в плане документов, механизмов и так далее. Я вот буквально пару слайд, если позволите, это две минутки займет сейчас. Так, а, у меня отключена демонстрация. А можно, это можно? Я, да, конечно, я вроде бы включала, буквально секунда. Теперь Александр Королёк является аргументом. Сейчас. Там мы, наверное, рядом стоим в списке с Александром, и поэтому перескакивает с Корнеева на Королёв. Да, Александр, если вам несложно, пожалуйста, сделайте Олега Владимировича с организатором. Да-да-да, мне вообще несложно, секунду. Да, все готово. Спасибо большое, да, вижу. Слайды видны, я надеюсь, сейчас? Да, все отлично видно. Я не буду и все показывать, не переживайте, да, мне не нужно показывать все. Мне нужно показать только парочку. Вот буквально вот этот момент и несколько цитат. Мы используем категории, да, классификацию политических функций производства использования знаний, которые предлагает Кристина Боссова. Она говорит о том, что есть функция инструментальная, которая очень хорошо изучена в литературе была до того, как вышла в свет ее книга в 2009 году. И, в общем-то, инструментальная функция всегда в углове УДУА, и всегда мы к ней обращаем наше внимание. Что такое инструментальная функция? Если в буквальном двух словах, это evidence-based policy, да, или knowledge-based policy, когда мы обращаемся к знанию для того, чтобы улучшить эффективность, да, результаты наших политических мер, нашего политического курса. Кристина Боссова говорит, что, к сожалению, внимание как раз не уделяется двум другим функциям, которые на поверху оказываются гораздо более значимыми. Они обе носят символический перформативный характер. Одна из них обосновывающая, другая легитимизирующая. Это деление, на мой взгляд, сейчас непринципиально. Одна из них легитимизирующая, в принципе, как бы является значимой для того, чтобы легитимизировать актер как такового, любого политического актера. Обосновывающая функция, она обычно занимается тем, что она трансформирует, да, траекторию evidence-based policy в, на самом деле, policy-based evidence. То есть она под задачи политики и под решения, которые уже сформировались, очень часто подбирает необходимые такие обоснования. И Боссов очень хорошо это показывает на разных примерах, в том числе по Европейскому Союзу, правда, внутри ЕС. А мы, используя методологию исследования практик, вот как раз такой синтез между Бурдио, Адлером, Ульё и Бюгером, да, мы показываем, что на самом деле для ЕС как раз эта символическая легитимизирующая функция является важнейшей. Мы сделали это в поле в трех странах. Кыргызстан, Таджикистан были нашими как бы основными объектами исследовательскими, Казахстан в меньшей мере, но потому что там мы как раз были на мероприятиях, скажем так, на которых мы осуществляли наблюдения и общались с экспертами различными из Европейского Союза и из разных институтов. И не только, да, мы как бы максимально анонимизировали все это, потому что, на самом деле, довольно легко распознать, о ком идет речь в этом ограниченном контексте. Эксперты из Центральной Азии, несомненно, тоже. И период такой у нас был длительный, и он не был сразу, если бы он не был негрирован, да, это были отдельные мероприятия, которые в течение этого периода нам удалось посещать, и, соответственно, интервью, которые тоже были примерно в этом же контексте проведены. И в статье вот это все, вся эта детализация дается о разных форматах производства знаний. Последний формат актеры, представляющие поле, это как раз был основным нашим фокусом, серия консультаций с местными актерами в 17-19 годах. И как результат мы получили то, что я и обещал на слайдах. Не хочу, конечно же, эксплуатировать вот это не оставшееся время, поэтому очень быстро пробегусь. Мы просто выделили наверху, если вы обратите внимание, да, мы выделили основные моменты. Первый момент. Приглашаются местные эксперты на эти консультативные процессы для того, чтобы произвести, да, придумать, создать новую стратегию Европейского Союза в отношении Центральной Азии. Однако же, по мнению этих самых местных экспертов, и участников, которые из, скажем так, из разных сфер, госорганы, НПО, СМИ и так далее, в общем-то, голоса особо им не давали. Это такой синтез, да, понятно, что об этом можно почитать подробнее в статье. Второй момент, который выделялся участниками, что все, все мероприятия, которые были в рамках консультативного процесса проведены, они носили характер перформативный, да, были на очень высоком уровне, было очень много серьезных, да, чиновников из Европейского Союза, которые участвовали, посещали эти мероприятия, но все это, похоже, было на одну большую тусовку. Здесь вы можете увидеть, это оригинальный язык, в основном был русский в этих интервью, и мы зафиксировали это. Третья, дискуссии на всех этих мероприятиях были как будто бы обо всем, но в итоге они становились дискуссиями ни о чем, потому что множество разных мнений по абсолютно разным темам собирались в какой-то конгломерат таких мнений и впечатлений, и потом непонятно было, как, в соответствии с какой методологией, все эти мнения анализируются и используются в дальнейшем. Еще один момент, это односторонняя интеракция, очень важно в контексте нашего внимания к интеракциям и практикам, что чиновники ЕС и постоянно получали упреки за то, что местные акторы активно делились с ними своими представлениями о прекрасном и ужасном тоже, но как раз со стороны Европейского Союза ничего в ответ они не получали. То есть очень мало комментариев, очень мало действительно обратной связи, что, в общем, вызывало довольно сильное в итоге разочарование со стороны местных участников. Ну и последний момент, здесь он просто такой немножко, скажем так, киношный в каком-то смысле, особенно в контексте, который мы сейчас это обсуждаем, но это, скажу, это было гораздо раньше, да, событий прошлого года. Многие участники отвечали и отмечали тот факт, что Европейский Союз, в общем-то, имел некую презумпцию, что участники на местах будут довольно негативно настроены по отношению к России в частности, и что, соответственно, главная проблема Европейского Союза в Центральной Азии это борьба с российской пропагандой, а не что-то другое. Это, конечно, очень сильно удивляло и, опять же, очень сильно, ну, скажем так, раздражало этих участников, что было не раз отмечено. Я вот на этом остановлю совместное использование, презентацию и, в общем, вообще все закрывать. Просто скажу, что здесь я использовал иллюстративно исключительно цитаты из интервью, но мы как раз настаиваем на том, что далеко не только и не столько интервью важны, потому что эти интервью все были проведены в контексте полевых наблюдений, и для нас именно эти наблюдения, присутствие на местах, то, о чем, в частности, Саверинов Сэр говорит, что исследователи должны получить опыт, сродни тому опыту, который они хотят понять через изучаемых ими субъектов процесса. Вот мы пытались следовать именно этой логике, и мы надеемся, что у нас получилось, надеюсь, что у меня получится в дальнейшем, когда я смогу вновь добраться до поля, в котором уже очень давно нет. Большое спасибо коллеге, прошу прощения за то, что так долго, ну, ужимался как мог. Олег Владимирович, огромное вам спасибо за такое погружение на стеоретико-методологическую проблему изучения практик в международных отношениях и демонстрацию того, как же это все-таки можно использовать на примере Центральной Азии. На этом я хотела бы передать слово нашему дискуссанту Ирине Вячеславовне Болговой. Ирина Вячеславовна, пожалуйста. Да, спасибо большое, коллеги, добрый день. Очень мне приятно и лестно участвовать в таком интересном мероприятии. Спасибо отдельно Олегу Владимировичу за то, что он меня пригласил. Я, когда готовилась, то прочитала и статью, и вводные материалы к спецвыпуску, о котором говорил Олег Владимирович. Много о чем думала. Значит, что вряд ли у меня получилось очень хорошо систематизировать те мысли, которые у меня возникали по ходу прочтения. Поэтому это будут скорее какие-то такие сомнения. Еще особого не хочу сказать. Давай я тебе... И, может быть, приглашение или приглашение к дальнейшему обсуждению, потому что, исходя из того, что Олег Владимирович сказал, конечно, успел сказать, конечно, за рамками артикулирования сегодня осталось очень много вопросов. Ну, во-первых, меня всегда... Вернее так, меня, да, всегда в моей профессиональной деятельности интересовала внешняя политика Европейского Союза в силу специфики его международной субъектности, все те вопросы, которые возникают, почему появляются те или иные межполитические приоритеты в деятельности Европейского Союза, как формируется инструментарий, как вообще формулируется логика поведения на международной арене. И в этом смысле мне, конечно, предложенный подход кажется очень-очень интересным, дополняющим то, что есть в академическом поле, то, что доминирует вот эти вопросы, значит, игрок-не игрок, правильный-неправильный, вот, и так далее. То есть это очень углубляет, очень углубляет перспективу. Но вопросы, которые у меня возникали по мере прочтения и вот по мере того, как я слушала, хотя где-то я вижу, что на полях есть ответы, они состоят в следующем. Ну, во-первых, то, с чего вы начинаете, это, значит, Европейский Союз как международная организация и производство знаний для легитимации деятельности международной организации. Но, возвращаясь к вопросам акторности и субъектности, все-таки я думаю, что все европеисты или те, кто себя к таковым причисляет, значит, не может сказать, что Европейский Союз это международная организация в классическом ее понимании. В статье у вас про это есть отдельные оговорки, что это не вполне государство, там, например, можно говорить, если мы еврооптимисты, то это протогосударство. Вот, но уже и не вполне международная организация, потому что у него есть самостоятельная серьезная наднациональная субъектность. И вы, значит, в статье, еще раз я буду ее постоянно рекламировать, приводите отсылку на то, что это система многоуровневого управления. И таким образом, значит, это такой специфический субъект. Но вот исходя из того, что Европейский Союз это не международная организация, соответственно, и дальше возникают вопросы относительно производства знаний и его легитимирующей функции. То есть, будучи совокупностью национальных игроков и формируя свою внешнеполитическую стратегию, исходя из соотношения национальных интересов, очевидно, что для Европейского Союза эта легитимирующая функция, она играет очень значимую роль. И дальше, опять же, у меня вопрос в отношении кейса Центральной Азии в этом контексте. Насколько он может, ну, может быть, вы не ставили такой цели, но насколько он может рассматриваться как, ну, как бы универсализируемый пример, да, или это просто частный случай, на котором мы просто испытываем применимость теории и практик. Потому что, может быть, знание, в случае с Европейским Союзом, возможно, знание о каждом из регионов формируется, исходя из той специфики, которую этот регион занимает в системе национальных приоритетов государств и членов Европейского Союза. И где-то производство знаний будет формироваться по совсем другим принципам, чем то, что мы видим в отношении Центральной Азии. И я, например, здесь могу сделать отсылку и одновременно, наверное, мостик к следующему своему комментарию. Он связан с тем, как в том числе формировалось знание внутри Европейского Союза в отношении государств постсоветского пространства в меньшей степени Центральной Азии, в большей степени западного фланга, то, что принято было называть, после расширения 2004-2007 годов. Там одним из компонентов знания внутри европейских наднациональных структур было приглашение на должности Европейской комиссии представителей государств, на которые только что расширился Европейский Союз. То есть граждане государства Балтии, например, которые стали только что членами Европейского Союза, начинали работать в региональных отделах, которые занимались Украиной, Грузией и так далее. С одной стороны, потому что их нужно было включить в бюрократию, а с другой стороны, потому что считалось, что если они вместе были в Советском Союзе, то они лучше знают что-то про Грузию, чем условные представители Испании. Опять, это не универсализируемый пример, но это очень важная, мне кажется, иллюстрация того, как может производиться знание и что таким образом становится с этим знанием. И каким этим байосом оно может быть подвержено. И, как я сказала, что этот комментарий, он является переходом к следующему. Я понимаю, из чего вырастает статья, и вы про это говорили, в том числе и в заключительных комментариях, но получается, что вы рассматриваете только то, как формируется знание о регионе в самом регионе. Ну, то есть, как бы, Европейский Союз пришел в регион и там о нем узнает. Но, опять же, если мы говорим про производство знания, и вот тот пример, который я только что привела, оно, безусловно, зависит от того, как регион пришел в Европейский Союз и как он там оказывает влияние на производство знания. То есть, пример с бюрократами из стран Балтии это один из вариантов, но мы же понимаем, что есть, ну, не в классическом смысле лоббистские структуры, но, тем не менее, очень много, очень много разного типа представителей различных регионов или государств в самом Европейском Союзе, взаимодействие с которыми внутри Европейского Союза тоже формирует знания об этом регионе. И здесь тоже, ну, как бы, вопросы в отношении того, как разнится типологически это представительство, какая плотность у этого представительства внутри Европейского Союза, и как, исходя из этого, будет формироваться знание у Европейского Союза о том или ином регионе. Дальше, конечно, это очень интересный пример, который там приводится в статье, и он, на самом деле, очень яркий в отношении вот этой стратегии последней Европейского Союза в отношении Центральной Азии, где, значит, представители бюрократии европейской постоянно говорили национальной, немецкой, да, потому что это по представительствам Германии готовилась стратегия с большим интересом. Германия и Центральная Азия всегда относятся в Европейском Союзе. и самих наднациональных бюрократов. Они говорили, вот, наконец, значит, мы, когда готовили эту стратегию, мы прям специально регион спрашивали, что они хотят, чтобы в этой стратегии было. И вы достаточно подробно и справедливо совершенно говорили о том, что в результате сами представители государств региона были недовольны тем, как в итоге, ну, как бы, что получилось на выходе, но сам Европейский Союз тоже был жутко недоволен тем, что получилось на выходе, потому что в итоге они вроде бы как пытались учесть мнение всех заинтересованных игроков, вроде бы как действительно хотели их послушать, но из-за разнонаправленности интересов национальных государств все их участие оказалось невозможным. И стратегия, она получилась внутренне противоречивой и не отвечающим ни интересам самого Европейского Союза, ни интересам государств-членов, ой, государств-регионов. И в этом смысле я бы еще, как бы я вспомнила, и я бы обратила внимание тех, кто интересуется теми темами, про которые мы сегодня говорим, на работы казахстанского исследователя Рустема Курман-Гужина. Он занимается внешней политикой Казахстана и в том числе отношениями Казахстана с Европейским Союзом. И в его работах достаточно подробно рассматривается, как Казахстан на уровне официальных интеракций, пользуясь вашей терминологией, оказывал влияние на повестку центрально-азиатского направления внешней политики Европейского Союза. То есть, как бы глядя из Казахстана, это выглядит таким образом. В 2000 году Назарбаев настоял на том, чтобы Европейский Союз начал думать над общей стратегией сотрудничества с Центральной Азией. Значит, они сделали так, как мы хотели, но не совсем. Тогда мы передали им предложение о том, как должна выглядеть стратегия 2006 года. Они все туда включили, но не смогли имплементировать. Тогда мы сделали национальную программу «Путь в Европу» и тоже это им все передали, и они тоже постарались. И в этом смысле мне кажется, что вот это внимание, которое в вашем исследовании уделено как бы неправительственному уровню взаимодействия, то есть вы говорите о том, что Европейский Союз приглашает представителей НПО, экспертов, еще кого-то, потому что мы не хотим смотреть на самый уровень саммитов и встреч на высшем уровне. Но ведь между ними есть еще один очень важный уровень, который вроде бы как официальный, но не самый высший. И все страны региона Центральной Азии, точно все страны постсоветского пространства, они все задействуют все уровни для того, чтобы оказать влияние на позицию Европейского Союза, для того, чтобы его внешняя политика была такой, какой им хочется. А Европейский Союз в этом смысле защищается, потому что это граничит уже с вмешательством в стратегию формирования внешней политики суверенного игрока. И в этом смысле легитимация это может быть некая защитная функция, то есть это легитимирующая сторона производства знания, может быть это некая защитная функция со стороны Европейского Союза в ответ на такое активное продвижение позиций государств, объектов внешней политики. Последнее мое замечание, оно очень сумбурное, но я все-таки попробую его сформулировать. Оно заключается в том, что вот вы говорите про патерналистский подход, который в итоге все равно мешает, несмотря на то, что Европейский Союз декларативно от него отказывается, но он все равно присутствует и он мешает реальному узнаванию. но может быть вот этот вывод позволяет объединить то, что сейчас называется геополитическим поворотом в политике Европейского Союза и Европейского Союза как нормативного или ценностного игрока, потому что получается, что любое знание о внешнем мире направлено на достижение своих политических или геополитических целей с учетом имеющегося инструментария. А для Европейского Союза именно социализация партнеров становится вот этим ключевым инструментом для достижения геополитических целей. То есть и получается такое циклическое соединение геополитики с с нормативностью. Вот. Это такие мои сумбурные реагирования на ваше интересное исследование. А, еще очень маленькие. Это в нарушении логики, но на слайдах я среагировала, что вы интервью свои проводили в период с 16 по 19 год. Но это ведь как раз то время, когда проводились все вот эти консультации по новой стратегии. И как вы думаете, может ли как бы вот это совпадение темпоральное влияло ли на содержание ответов ваших интервьюируемых? Ну, просто в силу того, что они все все равно находились в том же самом поле и отсутствие дистанции между вами, с одной стороны, как и исследователями, и между Европейским Союзом, который тоже их опрашивал по разным вопросам, могло ли это как-то повлиять на оценки? Или вот это временное совпадение между информационным сопровождением подготовки стратегии и проведением вашего исследования, оно таких ограничивающих воздействий не имеет. Спасибо большое. Ирина Вячеславовна, большое спасибо за ваши комментарии и вопросы. Я думаю, что мы попросим Олега Владимировича на них ответить. Хорошо, то есть сразу. Я думаю, не могу поэтому скачками. Ну вот с первого по документариям про международную организацию, я коротко скажу так, если можно. Это вопрос дискуссионный. Я понимаю прекрасно природу Европейского Союза, о котором вы говорите, но я отношусь к тому лагере, которые все-таки воспринимают себя как исследователи международных организаций и записывают Европейский Союз через запятую международной организацией, просто отдельного типа. И с точки зрения на самом деле деятельности международной бюрократии, то, как устроен бюрократический механизм, как они действуют, потому что на самом деле это именно вот это то, что происходит. Когда Европейский Союз находится в поле, то это определенная часть его бюрократии, находящаяся в поле. И эта часть его бюрократии представляет как раз те самые институты, которые уже максимально оторваны в этом смысле от государств. Мы говорим фактически о двух вещах. Мы говорим о комиссии в большей мере даже. И мы частично говорим о внешнеполитической службе. И в этом смысле нас интересует не Европейский Союз как таковой, нас я сейчас говорю про все-таки, чтобы не обидеть, что мы коллективный труд, меня лично точно так это интересует. Интересует не столько сама природа этого явления, будь это там про квази-федерация, как некоторые считают, или это международная организация, но очень уникальная, прямо очень-очень, поэтому вот такая, какая есть, но все равно организация. А меня интересует компонент, который называется International Bureaucracy, и в этом смысле там Barnett, Finimer, и все за ними, да, они очень хорошо показывают, что там отличия стираются, вот эти границы стираются, и можно, ну, скажем так, сделать допущение вот для целей наших. Это очень-очень-очень коротко, хотя, конечно, там все сложнее, и ровно по этой причине мы как пытались сделать такой-то хитрый такой шаг, да, наша статья, если обратить на нее внимание, она очень длинная, да, она длиннее, чем отдельные статьи, там, спецвыпуски, потому что мы просили, чтобы нам разрешили, да, писание давать этнографически и таким образом расширять, но все равно мы не могли туда вместить все, и мы сделали поэтому, как нам казалось достаточно хитро, мы по максимуму там сделали отсылки к другим статьям спецвыпуски, которые частично закрывают те аспекты, о которых в том числе вы дальше говорили, да, отдельно, потому что, например, разборы стратегий, это у нас наоткуп там Шербек-Джурай, да, а то, как местные среднего уровня элиты реагируют, воспринимают и взаимодействуют с Евросоюзом, то, что мы как раз у себя не делаем, об этом пишет Джани Бекарин и так далее, то есть, вот мы вот так немножко распределили, если мы говорим в таком очень прикладном смысле, но я считаю, что все эти аспекты, конечно, очень важны, насколько это отдельная история, да, или это универсальная история, сказали, вот в начале, то есть, насколько то, что мы видим в случае с Центральной Азией, насколько это можно экстраполировать на что-то другое, ну, разумеется, здесь ни я, ни коллеги, мы не занимаемся другими контекстами и регионами, однако, мы очень плотно общаемся с коллегами, которые занимаются, и в частности, да, общались, и Каролина продолжает работать с Вабьен Бесой, с которой у вас соавторские работы, ну, то есть, понятно, что мы все в итоге друг друга знаем, а ее коллеги, в ее, на Центре Институте занимаются, в том числе, и Африкой, и, признаться, мы увидели очень много совпадений, да, вот на таком уровне, когда мы стали разговаривать, да, это такой научный обмен, да, разговор с коллегами, которые занимаются схожими вопросами и проблематикой, как минимум, африканские, да, истории, они очень похожи на то, что мы видим здесь, это вот такое тоже очень быстрое наблюдение, ну, разумеется, никакой системы в этом моменте я здесь не настаиваю, то, о чем вы сказали, очень интересная вещь, вот это мне очень хочется откомментировать, потому что это как раз примеры практик, да, вот то, что вы говорите о том, как наполнялась бюрократия, если сказать, какие люди приходили в какие отделы подразделения, откуда, вот ровно это же самое мы наблюдали, во-первых, в рамках этого проекта, который был посвящен другим аспектам, а это был один из, но у меня это гораздо раньше понимание пришло, когда я занимался исключительно миграционной проблематикой и тем, что Европейский Союз делает в этом смысле регулирование миграции в Центральной Азии и взаимодействие, и когда я стал общаться с разными, разными, да, чиновниками ЕС на местах в столице Центрально-Азиатских государств, у меня сначала закралось такое подозрение, что что-то здесь не так, потому что там все время были люди из, Балтийских стран, были из Центральной Европы люди постоянно, да, а потом некоторые из них сами стали об этом говорить, и это было очень интересно, они говорили, что я здесь, потому что, вот ровно то, что вы сказали, потому что считается, что я, наверное, лучше знаю, проблема как раз в том, что они не лучше знают, потому что мы не можем равнять опыт Центральной Европы, Восточной Европы и Балтийских стран, и Центрально-Азиатский контекст, например, вот в этом как раз смысле, и получается, что это заблуждение, если в этой логике заблуждения Европейский Союз живет, ну, это проблема Европейского Союза получается, потому что они как раз пытаются прийти со своим шаблоном, этот шаблон не работает очень часто, и к их большому разочарованию. Некоторые из них способны это признать, но грустная история заключается в том, то, что мы описываем в статье как раз, что когда многие из них возвращаются после своих нескольких лет в Центральной Азии, когда они возвращаются в Брюссель, то их в основном не направляют в подразделения, которые работают в Центральной Азии, и даже не направляют в подразделения, которые работают в постсоветском пространстве. И объяснение очень банальное, а не прагматического характера, потому что люди хотят карьерного роста, а там расти некуда. Поэтому их направляют куда-нибудь в другое место, где они могут получать лучшую должность и большую зарплату. И таким образом теряется уникальный опыт, который они накапливают в поле через вот эти годы пребывания и работы там. То есть, мне кажется, это важнейший момент и большая оплотность. По поводу того, как регион пришел в ЕС и как он там оказывает влияние, мне кажется, это суперинтересная вещь, но вот мы специально этим как раз не занимались, а только косвенно. И косвенно это, когда мы смотрим, например, на всевозможные большие такие проекты, которые ЕС собирает, приглашая уже именно туда, несомненно, в таком институционализированном виде, регулярные тренинги, регулярные конференции, семинары, мероприятия. Был такой огромный проект СНЭПа, как раз он шел примерно в это же время. И там было очень много представителей Центральной Азии, которые регулярно на протяжении нескольких лет ездили в Брюссель и общались там в Брюсселе, коммуницировали. Мне кажется, вот сейчас Ирина Вячеславовна как будто отключилась. Я продолжу, тем не менее. Коммуницировались с представителями Евросоюза в регулярном таком ключе. Получается, что вот этот аспект мы можем ухватить, мы его ухватили, но не то, о чем вы конкретно говорили, когда вы говорили о сознательной направленной политике и деятельности отдельных стран Центральной Азии по условному лоббированию в Брюсселе на разных уровнях. Это мы не отслеживали, однако мы смотрели на разные каналы все-таки производства знаний и как раз что мы пытались показать, что вообще-то есть классические каналы, а не дипломатического свойства, о которых мы знаем прекрасно из теории международных отношений, из того, чего учат всех международников, это понятно. Есть еще те каналы, которые тоже примерно такого же свойства, только нелегального. Мы о них вообще не говорим, это понятно. А мы говорим как раз о тех, которые Европейский Союз, вот что для нас было важно, мы говорим о тех каналах, которые Европейский Союз позиционирует в своем дискурсе как самые важные. Он говорит, вот теперь для нас самыми важными каналами являются те, которые от местных акторов мы получаем. То есть этот нарратив, он появился, они декларируют это. Но мы говорим, что на самом деле ту информацию и ту аналитику, которую Европейский Союз вкладывает в итоге в свои документы, в большей мере он получает через каналы, которые такие карманные, которые находятся в Брюсселе или около него, то есть за пределами своих собственных ресурсов, институциональных Европейского Союза и за пределами ресурсов государств, мы, конечно, о них не забываем, но мы смотрим исключительно на ЕС. А вот эти условные домашние каналы это те самые центры, мозговые центры, которые, в общем-то, созданы ЕС. Ну, СЭПС, начиная с Эмерсона и заканчивая всеми остальными, а потом, ну, СЭПС это такая, как бы, это история, это махина, но кроме СЭПСа есть еще другие, и вот мы прекрасно знаем, что есть тот ЮКАМ, который очень подвижный, да, ЮКАМ как такое, не центр, а как платформа, условно, которая меняла хозяев, меняла места, но тем не менее жива до сих пор. И потом, вот European Neighborhood Council, который, ну, очень активно и очень сильно апеллирован с ЕС, делает все на деньги Европейского Союза, при этом пытается делать много чего другого на другие деньги, да, и пытается занимать такую промежуточную позицию, как будто бы давать конструктивную критику, но при этом все время быть такой собачкой, которая лает, но не кусает. И мы вот про эти каналы тоже писали, здесь у нас была очень деликатная ситуация, поскольку Каролина является членом наблюдательного совета одной из этих организаций, а я тоже сотрудничал с этими организациями и также готовил материал, да, и вообще, как бы, вот мы были очень сложные в этой ситуации в этом смысле, потому что нам нужно было дистанцироваться по максимуму, поэтому мы участвовали во всех мероприятиях, но, например, в СНЭПе, когда мы нас стали приглашать официально, мы участвовали как наблюдатели, но мы не участвовали как эксперты, которые высказывались, да, но для того, чтобы мы могли все-таки дистанцию вот эту для себя зарезервировать и потом говорить об этом немножко в другом контексте. по поводу того, что вот ЕС недоволен стратегией абсолютно согласен, вот не могу больше комментировать, мне кажется, что вот это важно для меня посмотреть на работы и исследователи, которые вы упомянули, но, в общем-то, у меня было примерно такое же представление и благодаря тем работам, которые я уже упомянул, да, Жарбек Джураев, Жарбек Корынов, да, в общем-то, и Рик, да, Рик Фон, который вот третий со-редактор, вместе с нами, с которым мы писали нашу подную статью, потому что как раз вводные статьи мы пытались показать и, наверное, ответить частично на тот вопрос, который вы тоже задавали, только я его сейчас не вижу, но я его вспомнил. Это значимость, условно, центральной Азии, да, для ЕС или значимость других регионов и как, соответственно, это может влиять на контекст и форматы и способы производства знаний, если я правильно понял. Ну, вот мы как раз про это пытались написать, что, с одной стороны, да, значимость, несомненно, удаленная, но, с другой стороны, так случилось, да, и вот в этом есть какой-то такой исторический институционализм, что для Европейского Союза центральная Азия в каком-то моменте стала выступать как лаборатория, да, то есть отдельные вещи, которые он попробовал, например, в Migration Governance, он попробовал там эти вещи и потом он их стал мультиплицировать в других контекстах. И поэтому многие миграционщики, которые изучают миграционное регулирование ЕС, они обратили свой взгляд на центральную Азию. Не потому, что она настолько важна в миграционном потенциале, а потому, что так случилось, что вот там что-то попробовали, а потом это оказалось как подвергнута диффузии, да, policy diffusion произошел. И то же самое здесь. То есть, например, консультативный процесс, вот эти консультации, ЕС запустил как реакцию на критику, да, это как раз то, о чем я не сказал в таком теоретическом ключе и чего в статье нет, это то, о чем я сейчас пытаюсь как раз размышлять и писать в эту сторону, потому что мне очень близка концепция якорной практики. Вот есть такая исследователь вообще социологии, социология культуры Анн Свидлер, и она выдвинула такую концепцию anchoring practice, да, якорная практика. Вот у Европейского Союза, на мой взгляд, я считаю, что можно концептуализировать как якорную практику в отношении с акторами в Центральной Азии, вот эту практику мгновенного, да, как только пришли в поле, очень быстрого установления контактов, а потом их поддержания очень долгое время, и как бы, что называется, такие in-house experts появляются у Европейского Союза, те, с которыми он потом там 10-20 лет взаимодействует на месте, и он все время с ними, и он все время вовлечен, и их вовлекает в свои сети, и вот эта якорная практика, постоянное, рутинное взаимодействие, социализация, о которой вы говорите, но очень узкой группы товарищей, да, она потом позволила запустить вот эти консультативные практики, консультативный процесс, позволила запустить и легитимизировать эту практику, такую надстроечную, да, сказать, что вот теперь смотрите, мы восприняли вашу критику, мы пришли, но на самом деле мы вовлекли в это большую часть тех, кто с нами уже давно, и таким образом якорная практика способствует укоренению новой практики, которая была абсолютно новой, и которая после Центральной Азии проявилась в других контекстах, в частности в африканском, опять же в этом смысле интересно, ну и последнее, наверное, самое-самое-самое последнее, про социализацию партнеров и вот где соединение геополитических и нормативных вы сказали, мне кажется, то, что вы говорите, это один в один то, что я читаю как раз у Рафаэла Дальсарто, которая на вопрос интереса или там ценности, да, условно, она как раз отвечает, что то и другое вместе через практики, она пытается это показать на примере ЕС и Южное Средиземноморье, это ее регион и, скажем так, экспертизы, но вот примерно про это, то есть она говорит, что нет, все-таки вот Зеленка, который говорит, что Европейский Союз как империя это вот не совсем, да, и те, кто говорят, что это исключительно про интересы, это не совсем, но и те, кто говорят, что это исключительно про нормы, тоже не правы, а вот как будто одно другое задействует и в ее представлении это как раз можно увидеть, увидеть, проанализировать благодаря вот этому подходу, который фокусируется на практике, того, как ЕС это делает, как через практики мы можем больше понять, а последнее, 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 это интервью, время, проведение и так далее. Это, ну, на мой взгляд, это очень важная и интересная вещь, да, как бы методологически, но удивительным образом нам это казалось как раз обратное, то есть мы же чего хотели, мы хотели, чтобы у нас была возможность и, вот открою, да, у нас была быть на этих консультативных мероприятиях, то есть мы же частично там были и, соответственно, у нас наш доступ к этим людям, среди которых были как эксперты академические, аналитики, так и совсем не эксперты в таком смысле, а просто люди, которые работают в разных структурах, у нас этот доступ и появился благодаря тому, что мы туда могли попасть и там, в общем, с ними поговорить, поэтому наши интервью они носят характер, то, что называется informal communication, да, это такие on-the-spot interviews, которые не были оговорены, запланированы, потому что на них очень мало кто идет. Такие у нас тоже были, опять же, я думаю, что я не открою секрет, если скажу, что многие из тех, кто вовлечены в этот спецвыпуск как авторы, были же и экспертами, в общем-то, это и открывает, да, очень простую картинку, что все друг друга знают, все друг с другом там связаны, довольно узкий круг, и стоит немножко копнуть, и ты выходишь на все эти все эти контакты, и вот эта практика взаимодействия, она тоже нам помогала делать эту работу, потому что иначе мы просто не смогли. Поэтому, да, есть такой момент, наверное, что если бы мы развели во времени и потом спрашивали бы о прошлом опыте, о том, что было когда-то, возможно, мы получили бы несколько другие комментарии, менее эмоциональные даже где-то, потому что здесь они видели, они высказались, а это не учли, да, условно. Возможно, это было по-другому, но для нас это был единственным возможным вариантом, поэтому мы так действовали. Вот, спасибо большое, я постарался все записать, но у нас же будет запись, что я очень рад, потому что у нас есть запись, потому что мне это потом очень поможет. Спасибо большое. Спасибо вам, Олег Владимирович, и я хотела бы передать слово Сергею Александровичу для того, чтобы он высказал свое мнение и задал свои вопросы. Коллеги, спасибо большое, Олег Владимирович, Ирина Вячеславовна, очень исчерпывающий доклад и ответ. Я тоже думаю, Олег Владимирович, я буду пересматривать эту запись не один раз, но у меня на самом деле остался, наверное, один или два комментария по тому, что было озвучено. Мне показалось, может быть, это мое субъективное мнение, что при таком подходе к пониманию европейской внешней политики, когда, в принципе, геополитический контекст, институциональный контекст, он как бы вычищен, здесь, на мой взгляд, Европейский Союз представляет собой достаточно статичный изнутри феномен, который во многом, ну, по сути, существует сам по себе, да, то есть мы даже здесь можем не отвечать на вопрос прото-государство это или международная организация, мы просто вот принимаем Европейский Союз таким, какой есть. И вспоминается фраза о том, что лучшая политика европейского, лучшая внешняя политика Европейского Союза, это сам факт его существования, да, что просто существуя, он как раз таки, вступая в интеракции, да, с местным населением, ну, на разных уровнях. на нее международной среды, то мы увидим, что изнутри-то Европейский Союз как раз таки очень сильно меняется и меняются его возможности для социализации, да, партнеров и соседей, которые как раз таки, которые как раз таки транслируются еврочиновниками, которые, как вы достаточно подробно и емко описали, работают в Центральной Азии. Более того, легитимность оспаривается на самых различных уровнях политической системы Европейского Союза. И вот тоже интересный вопрос, является ли еврочиновник, представитель европейской дипломатии, все тем же носителем коммунитарного интереса, когда он приезжает как раз таки в Центральную Азию для того, чтобы провести там ту или иную конференцию или семинар. Это большой вопрос с точки зрения того, что внутренняя ценностная природа Европейского Союза, она также меняется. И вот этот геополитический контекст, который выражен как раз таки в том, что все больше в официальном дискурсе звучит про, значит, суверенитет, про как раз таки прагматизм внешней политики и так далее, и так далее, это все, ну, на самом деле, говорит о том, что как раз таки геополитические мотивы, геополитические тенденции, которые сейчас превалируют в Европейском Союзе, они очень сильно меняют это международную организацию, интеграционное объединение, да, с точки зрения, с точки зрения того, что она транслирует во внешний мир. Вот здесь, поэтому, может быть, для такого взгляда на европейскую внешнюю политику, что это весь комплекс, да, интеракции Европейского Союза, эта внутренняя динамика не важна, но на мой взгляд, здесь как раз таки вот геополитический контекст, я не знаю, насколько он может сочетаться, и вообще можно ли сочетать его, да, с тем подходом, который сейчас был использован, но во многом он как раз таки говорит о внутренней динамике и внутренней даже возможной эволюции Европейского Союза. И в этой связи у меня есть один небольшой вопрос, если я правильно понял, поле было проведено в 1016-1019 годах. Да, Олег Владимирович, как вы считаете, вот если бы поле было проведено там в 22-23 годах, то есть, получили ли бы вы те же самые ответы, да, на эти вопросы, то есть, я думаю, что это покажет как раз такие влияния международной среды и внутренней динамики Европейского Союза, то, какие он задачи решает, в том числе и легитимации вот в таких регионах, как Центральная Азия, значение которого для Европейского Союза вы здесь, вы здесь достаточно ярко, ярко показали. Ну и в заключении моего вот небольшого выступления, хочу сказать, что мне было действительно очень интересно читать этот подход, который, ну, действительно, я думаю, что он обладает большим исследовательским потенциалом и редко используется, особенно вот в российской международной традиции излучения Европейского Союза. Я думаю, что здесь то количество вопросов, которые возникают у нас, у коллег, я думаю, что это как раз-таки показатель того, что этот подход очень интересен и вызывает действительно исследовательский интерес. Спасибо. Спасибо большое, Сергей Александрович. Олег Владимирович, снова передаю вам слово. Да, спасибо, Сергей Александрович, спасибо. Абсолютно согласен, что там не статика, а динамика. Опять же, в рамках статьи, разумеется, мы это все сделать не могли, но мы, что мы могли сделать и сделали, вот тут вопрос, насколько удачно, это то, что мы пытались как раз показать, как менялись практики. То есть мы, конечно же, не анализируем, не фиксируем то, что происходит с Европейским Союзом вообще, как таковым, но мы показываем изменения практик. Например, мы показываем, что практики в 90-е годы производства знаний в отношении Центральной Азии были иными. Мы показываем, что в 90-е годы на самом деле они, в общем-то, ограничивались официальными дипломатическими каналами и стандартными знаниями, которые были у государств членов ЕС. Позднее, только к стратегии седьмого года появляется реальное задействование канала, который я упомяну, отвечая на вопрос Ирины Вячеславовны, это канал мозговых центров аналитических, которые существуют как будто бы против и при, и в контрах, и за, с Европейским Союзом одновременно. Одной рукой хвалят, другой рукой ругают, гладят и так далее. То, что мы видим как раз в деятельности таких структур, как Центр Европейен Полиси Старис СЭПС, но других структур тоже. И мы показали, что уже в той стратегии их роль становится значимой, они там задействованы, у нас есть свидетельства людей, которые вообще-то были непосредственными участниками процесса подготовки той стратегии, но еще не было вот этого момента. То есть готовили все равно на своей собственной кухне, что называется, и других хозяек туда не пускали, и не пытались консультироваться с ними. А вот потом как реакция на критику, причем на критику с разных сторон, ведь критика и стратегии, и ее имплементации, она была и на государственном уровне, и на уровне неправительственных организаций, и на уровне СМИ местных, потому что самое важное и самое интересное для нас, она же была еще и внутри, она изнутри ЕС шла со стороны академического сообщества, которое активно и довольно шквально критиковало, используя в том числе пример Центральной Азии, не ее единственной, Европейский Союз за то, что он декларирует локальный поворот, за то, что он поддерживает понятие вот этой local ownership, как будто бы, но при этом на самом деле ничего особенно не происходит на практике. Получается, третий момент отражает эволюцию, мы здесь тогда как раз показываем динамику, что задействуется он на современном этапе, в новом контексте необходимости создания производства новой стратегии в отношении региона, но при этом, чего мы не делаем, где однозначно я согласен с вами, это то, что мы не показываем, что там действительно происходит с самим Европейским Союзом, то есть мы показываем, как меняются инструменты взаимодействия и производства этой экспертизы, этих знаний, это мы показываем, но мы не показываем внутреннюю знамику, наверное, да, мы не ставили себе даже такой цели, не могу говорить, что нам там не хватило места или времени, это просто не было нашей целью, нашей задачей, а вот что было целью и задачей нашего коллеги, который уже упоминал, да, Рика Фона, это то, как раз, о чем вы говорили во второй части, это про геополитику, потому что Рик-то как раз написал свою статью, да, используя цитату, там, в заголовке у него статьи идет цитата представителя Центральной Азии, да, по-моему, если я не ошибаюсь, который говорит, что, ну, вообще никакой геополитики, мы здесь, we are not here for geopolitical interests against, да, потому что такое там озвучено, и Рик разбирает эту историю и как раз очень хорошо демонстрирует и контекст изменяющийся, ну, на тот момент, конечно же, тексты эти писались, первые варианты этих текстов были представлены, важно сказать, наверное, да, они были представлены как раз Европейскому Союзу, то есть у нас прошло в один день мероприятие трехчастное, на первую часть мероприятия был академический семинар, закрытый, а второе мероприятие, это был ланч с еврочиновниками из службы внешнеполитической и из трех директоратов комиссии, по-моему, из трех, мы с ними обедали, они ели, мы не ели и рассказывали то, что мы там понапридумывали в этом проекте, а третье, это было закрытое, а третье было публичное в Брюсселе, в представительстве ООН в Брюсселе с участием представителей Евросоюза и национального государства мы представляли результаты уже в таком открытом формате, и там мы, конечно, старались быть максимально ласковыми, чтобы нас прям тут же не выгнали, но тем не менее академическую критику мы себе все-таки позволили. И Рик, в частности, очень хорошо и тогда в том варианте текста в 19-м году и в итоговом, который уже опубликован в его случае в 21-м году, он показывает, что на самом деле геополитика это там, конечно, из всех углов вылезает, несомненно, но опять же это не то, с чем многие захотели бы согласиться. Мне кажется, скажем так, почему почему мне кажется, что эти статьи надо читать вместе, потому что нам нескромно может быть, но мне кажется, нам удалось сделать более-менее цельный спецвыпуск, мы действительно работали несколько лет вместе такой группой, и поэтому мы как-то вот раз в разных статьях смогли эти разные аспекты охватить, если прочесть то, что мы написали вводной, в большой такой вводной статье и потом все остальное, то тогда картинка становится яснее, и тогда, наверное, перекос, который я артикулировал сегодня, он не настолько смущает, потому что я сегодня говорил исключительно о том, что мне кажется важным и интересным, то, чего, мне кажется, недостает, даже в исследованиях, которые есть в зарубежной литературе, мы знаем там буквально несколько специалистов, которые занимаются этим сейчас, они занимаются этим системно, РБК Адлер Мисон, Федерика Бики, Рафаэла Дель Сарта, плюс-минус вокруг них еще есть компания, более молодых, которые тоже подхватили, но я могу ошибаться, но мне кажется, что в российском контексте особо об этом как будто бы не говорят, но уж как будто бы точно не пишут, могу ошибаться и буду рад, если меня поправят здесь, поэтому перекос с моей стороны. Последнее это вопрос про изменение контекста, я боюсь здесь спекулировать и гадать, как бы это могло быть, думаю, что могло бы быть иначе, с одной стороны, но с другой стороны, у меня был опыт прошлогодний, в конце прошлого года, представление результатов этой статьи и вообще на самом деле характеристики всего спецвыпуска с основными выкладками как раз в группе, в которой преобладали коллеги из Центральной Азии, из разных государств, и в общем-то там это нашло понимание, однако, мне кажется, что важен в данном случае ни контекст и ни время, а мне кажется, что важна вот эта самая целевая аудитория, на которую это шло, потому что эта же самая целевая аудитория, которая не является основным кулом экспертов Европейского Союза, а только точечно взаимодействовала с ЕС, а в большей мере является кулом экспертов многих российских структур. Она, соответственно, благоприятно реагирует на какие-то критические замечания и разделяет их, и поддерживает, и солидаризируется, и могла это делать и в 2014 году, и в 22-м, и, наверное, дальше. Но если мы будем ориентироваться на разговор среди центрально-азиатских экспертов, которые и в 2007 году, и впоследствии взаимодействовали очень плотно с ЕС, то я думаю, что там неважно какой временной промежуток, только, может быть, акценты появятся, а общая линия реакций, наверное, будет вполне себе не солидаризм. Я бы так скажу. Спасибо большое. Очень важный вопрос тоже. Я не успеваю записывать коллеги, поэтому рад, что есть это видео. Мы очень рады, что нам удалось вас порадовать. Олег Владимирович, надеюсь, что еще порадуем комментарии нашего коллеги Александра Сергеевича. Александр Сергеевич, пожалуйста, вам слово. Спасибо большое. Я не гарантирую, что я обрадую Олега Владимировича или кого-то из вас своими комментариями, но, по крайней мере, есть тоже, что поделиться. Во-первых, спасибо большое, Олег Владимирович, за очень такое профессиональное, детальное теоретико-метологическое исследование. Мне кажется, нам очень не хватает. Я имею в виду конкретно в целом российской науки подобных исследований с использованием таких вот подходов. Я бы хотел зайти немножко с другого угла в дискуссию. как-то ее обогатить, если, опять же, это слово можно здесь использовать. Использую какой-то более личный прикладной пример на примере того, как европейские фонды и в целом Европейский Союз работает в рамках Центральной Азии в рамках формирования новых знаний. В частности, мы с коллегами делали исследование в прошлом году, большое прикладное исследование по Институтам гражданского общества России взаимодействия между Институтами гражданского общества России и стран Центральной Азии в качестве одного из таких блоков важных выделяли как раз внешняя конкуренция со стороны США, Турции и Европейского Союза. И много каким, на мой взгляд, интересным выводом пришли, возможно, и в какой-то степени будут полезны и в рамках нашей сегодняшней дискуссии и в последующих исследованиях, это то, что, безусловно, если мы сравниваем политику, условно, там, СМР с действием международного развития, гуманитарного сотрудничества и создание новых знаний как один из элементов этого, это гуманитарная политика, здесь Россия существенно проигрывает не только странам Европейского Союза, о чем мы сегодня говорим, но и многим другим, скажем так, внешним конкурентам, например, Турция, если мы говорим про Центральную Азию, особенно про такие страны, как Казахстан и Узбекистан. Если говорим мы конкретно про Европейский Союз, то здесь такие практики мы вделяли, во-первых, как, конечно, привлечение финансирования, целевого финансирования на различные и прикладные исследования, и на теоретическо- методологические исследования, у нас в общем-то эту задачу выполняет в той или иной мере Российский научный фонд, РНФ, но количество проектов, вот даже мы статистически руками считали по производству новых знаний в сфере водной проблематики в рамках сотрудничества России с Узбекистаном или в сфере, например, приграничного взаимодействия, безопасности, миграционных потоков с Кыргызстаном и Казахстаном, они единичные. То есть в этом плане действительно не хватает таких исследовательских комплексных по линии Российского научного фонда, ранее это РФФИ занимался, но сейчас, соответственно, Российский научный фонд. Соответственно, здесь же одновременно возникает проблема недостатка экспертизы, поскольку, если мы посмотрим на специалистов по Центральной Азии в России, которые охватывают разные сферы, достаточно актуальны для центрально-азиатского общества нынешнего, то есть это молодежный, это трансформация вообще модели потребления в широком смысле этого слова от модели потребления знаний до модели потребления, например, энергоресурсов, воды и так далее, водоемкой продукции, но особенно в контексте молодежных трансформаций, потому что мы видим, как сейчас в Центральной Азии, особенно в странах, например, в Узбекистан, мы видим новый демографический цикл, новый демографический переход, и это одна из таких тем важных, которая влияет в принципе и на российскую внешнюю политику напрямую, в контексте потенциального вступления Узбекистана, там, в Евразийский экономический союз, или в целом в устраивании двусторонней политики экономической и миграционной между Россией и странами Центральной Азии. То же самое связано и с отдельными фондами условных, назовем, институтами гражданского общества России, это, например, Россотрудничество представительства Русские дома и фонд Горчакова. Безусловно, можно отметить активность по линии фонда Горчакова на Центральном Азиатском направлении, но здесь также это направление, эта политика, эта активность существенно уступает по качеству и по охвату европейским различным фондам, Фридеха Эберта в частности, или Конорда Аденаура, и с точки зрения опять же качества производимого контента и с точки зрения повестки. Вот, мне кажется, одно из таких важных направлений деятельности наших фондов это может стать именно решение повестки, да, с учетом актуальных позиций, с учетом актуального запроса целевых аудиторий, целевой стран, целевых стран, да, это может быть и молодежь, и социальное предпринимательство, и система здравоохранения, и IT-кластер, и все, что угодно на самом деле, конечно, вводная проблематика. То есть здесь, мне кажется, важно российским органам исполнительной власти и институтам гражданского общества четко сегментировать целевую аудиторию и на уровне парсинга СМИ, да, на уровне анализа соцсетей проводить вот эту кластеризацию направлений деятельности с центрально-азиатскими обществами, да, и опять же делить на центрально-азиатские общества по линии, например, город, село и так далее, потому что это тоже очень важное направление деятельности. Вот. Ну и что касается непосредственно вот Росатронничества, наверное, такая моя последняя будет ремарка вот в контексте сегодняшней дискуссии, это более активное информационное сопровождение, потому что, мне кажется, это тоже не хватает в рамках появления знаний, потому что, с одной стороны, мы сталкиваемся с нехваткой экспертизы, и зачастую она носит очень заангажированный характер, с другой стороны, не хватает вот именно информационного освещения, привлечения СМИ, и информационное освещение за счет СМИ не обязательно каких-то суперрезонансных событий в Центральной Азии, поскольку, если мы сейчас посмотрим, как освещаются, мы тоже делали отдельные исследования на эту тему, как освещаются процессы в российской экономике или в российской внешней политике, или двусторонний трек, например, Россия-Казахстан, Россия-Узбекистан и так далее, то в основном это какие-то негативные инфоповоды, как известно, негатив лучше продается, да, это кликбейтная история, вот, какие-то заявления такого ангажированного и провокационного характера там в адрес Республики Центральной Азии, это хорошо продается, но это не создает как раз нового позитивного какого-то знания, да, и позитивного эффекта в плане гуманитарной политики и информационного сопровождения российской политики, то есть здесь, опять же, как инструмент, может быть, мы это освещали, запуск различных конкурсов, конкурсов журналистов по линии фонда Горчкова или Россотрудничества, или, например, там, Российского Совета по межурненным делам, который тоже активно взаимодействует со странами Центральной Азии, этим занимается Европейский Союз активно, да, но вот то направление, это направление пока что критически, я не скажу, что отсутствует, но мы видим нехватку в российской практике современной. Ну, на этом, наверное, я закончу. Спасибо еще раз большое за всем участникам, за возможность дискуссию, за приглашение и в целом за такой вот с одной стороны теоретическое, с другой стороны прикладное сегодня характер нашей дискуссии. Спасибо большое. Александр Сергеевич за остранительный анализ и определение сразу прикладных задач для России на основе опыта Европейского Союза. Олег Владимирович, если вы не против, я открою сессию вопросов и ответов в силу ограниченности времени, а вы потом в рамках этой сессии, если останется время, порефиксируйте на то, что сказал Александр Сергеевич. Анна Владимировна, пожалуйста, вижу, что вы хотели бы высказаться. Спасибо. большое, Лолита Витальевна, за слово. Спасибо, коллеги, Олег Владимирович, правда, за интересное выступление. Я вот согласна, что это тот случай, когда теория дает очень много размышлений для практики. У меня вопрос следующий. Сначала рассуждение. Вчера я выступала на семинаре одного из институтов Академии наук по Франц-Африк, так называемый. Меня как раз вы сравнивали Центральную Азию и Африку, и я не могу не отреагировать, потому что действительно актуально и действительно похоже. Франц-Африк, такой комплекс мер от Де Голи до Макрона и вот мы говорили про современную потери позиций или выигрышные позиции Франции в Африке. И был очень интересный доклад, среди прочих, про конкуренцию ФРГ и Франции на африканском континенте. Точнее, даже не про конкуренцию, а про проигрыш Франции ФРГ. И рефреном приблизительно звучало на уровне ЕС, имеется в виду, на уровне миротворческих операций ЕС, просто каких-то военных операций ЕС. И рефреном звучала мысль, что, казалось бы, как раз носителем знаний по африканскому континенту среди всех странов-членов является Франция, а реализацией занялась Германия, причем успешно, там задавив, я не знаю, чисто экономически задавив Францию и выиграв какие-то в том числе танковые сделки и так далее. И, в общем-то, немецкие танки, как выяснилось, на африканском континенте. Ну, в общем, вот такой кейс. У меня вопрос вот в чем. Понимаем, что есть некая система производства знания для внешнеполитического курса Европейского Союза и прочее. Как происходит имплитация все-таки этого знания, а точнее политики на его базе. Вот как здесь происходит это. То есть, с одной стороны, Франция постоянно получает, опять же, возвращаясь к кейсу, получает критику, что она не может быть монополистом, несмотря на свое там постколониальное прошлое, да, а с другой стороны, как будто бы, вот, Германия, условно сказать, выиграла все тендеры и теперь монополист она. То есть, вот как, если какой-то механизм вот такого рода распределения, так скажем, акцентов, сил и адресатов, кто будет реализовывать тот или иной внешнеполитический курс на базе действительно хорошо производимого знания в Европейском Союзе. Спасибо большое, Анна Владимировна. И я попрошу сразу Дмитрия Отинова тоже задать свой вопрос, чтобы Олег Владимирович мог уже на все три вопроса, так сказать, ответил. Да, спасибо большое, Олег Владимирович, за очень интересную лекцию. У меня вопрос больше методологического характера. Скажите, пожалуйста, что вы все-таки подразумеваете под легитимацией внешней политики? Если это какой-то эффект макроуровня, то как с ним соотносятся вот эти эффекты микроуровня, то есть вот эти рутинные практики, о которых вы говорили, они влияют на внешнюю политику, формируют ее непосредственно или там есть какое-то взаимовлияние. и еще вот под этими рутинными практиками вы отметили интеракции, переговоры, консультации. А есть ли что-то еще, какие-то еще проявления вот этих рутинных практик? И возможно, не только в отношении Центральной Азии, но и например, упомянутом вами о проблеме миграции в Европейском Союзе. Спасибо. большое, Дмитрий. Олег Владимирович, ну вывалили вам просто три вопроса, так что будем рады, если вы сможете на них комплексно нам ответить. Спасибо большое, коллеги. Я могу в том же порядке и начать просто с короткой реакции на то, что Александр Сергеевич говорил, потому что я себе какие-то пометки здесь сделал. Потом там были больше комментариев, а здесь больше вопросов. Я начну с этого. Мне кажется, очень важно вот этот сравнительный момент в другую сторону. То есть это не сравнение, а что там у ЕС в других регионах, это одна история. А история про то, а что там у других акторов в Центральной Азии, мне кажется, да, это очень важно и интересно. Это то, чем я совсем не занимаюсь в научном смысле, но это то, чем волей-неволей в разных видах мне приходилось заниматься в практическом смысле, будучи в разных институциях и причем самое что интересное, будучи в том числе и в зарубежных институциях, прямо скажу, да, и теперь в российских тоже, потому что я думаю, что такие серьезные, скажем так, игроки, допустим, образовательного рынка, высшая школа экономики, сами по себе представляют очень значимых акторов, да, и многое могут сделать, вот в том числе и в Центральной Азии, ну не только в Центральной Азии, стоит только посмотреть новости, которые сейчас наш международный блок как раз запускает, а ну Владимир, ваш блок, да, там открыли представительство, тут открыли, там сели, в Индии, в ВТР и так далее, и так далее, и так далее, да, то есть не надо ждать милости от природы здесь, и когда какие-то фонды или госструктуры нам помогут, или мы им поможем, давайте начнем, вот это как раз и есть практики, да, в данном случае, мы эти практики создадим, запустим, без всякой иронии, у вышки есть это свойство, да, характеристика, вышка формирует новые практики, потом их укореняет, а потом их мультиплицируют другие, мы это хорошо знаем по образовательной деятельности, по научной и по многим аспектам, поэтому, мне кажется, деятельность, которая направлена на реализацию условно третьей миссии, да, и во внешнюю среду в полноценном смысле этого слова, прям совсем внешнюю, не российскую, вышка могла бы здесь много чего делать, почему я ухватился именно за этот момент образования, потому что, когда вы говорили, особенно во второй части, что конкретно делать в России, чего она могла бы делать и как работать с молодежью, ну, молодежь, это хорошо, но мне кажется, раньше еще, да, то есть тогда, когда они еще не молодежь, когда они вот дети, и тоже не могу не прорекламировать, мне кажется, очень интересные, есть разные исследования, ну, они в каком-то смысле там резюмируются, плюс дается отдельный какой-то эмпирический фокус как раз по тому, что Европейский Союз делает в части образования в Центральной Азии, есть такая глава, написанная как раз той же самой Каролиной Кучевской с авторствой Шербеком Джураевым, и они описывают ситуацию по Европейскому Союзу в Центральной Азии взаимодействия с целью образования, и там очень интересные есть мысли и идеи, на которые можно было посмотреть. При этом работа довольно критическая по отношению, опять же, к тому, что ее сделают и как он это делает, но в то же время есть, мне кажется, полезные вещи для нас. Я с вами согласен, что вот без какого-то, ну, без какого-то моего там исследовательского понимания этой ситуации на обывательском уровне и на уровне человека, который просто был вовлечен в какие-то процессы и сейчас тоже частично, я понимаю, что много всего можно было бы делать иначе, а самое главное, мы поздно спохватились, мне кажется, да, это просто очень банальная вещь, которую я слышу от очень многих коллег, мы поздно пытаемся делать некоторые хорошие вещи, которые можно было делать раньше, а социализация отдельных слоев населения уже произошла, и очень сложно эту социализацию переломить на этапе, когда они уже перескочили определенный возрастной сегмент, когда они уже пошли дальше, да, скажем так, если очень-очень просто, и один из таких моментов, я, наверное, на этом закончу коробку и смотрю реакцию на ваш комментарий, один из таких моментов, это то, что, например, когда Евросоюз проводит в День Европы, да, проводит разнообразные акции, они делают все для того, чтобы привлечь туда абсолютно разные свои населения, они это делают не только в столицах, они это делают, по крайней мере, еще в нескольких городах, обычно, в одной стране, ну, значит, по всем странам, я про центральную альфию говорю, и в итоге, в итоге, уровень, как минимум, информированности о том, что такое Европейский Союз, а самое главное, информированности о том, что Европейский Союз это что-то такое доброе, хорошее, белое и пушистое, да, вот этот уровень растет очень быстро, это история не только про ЕС, а про других акторов тоже, это, например, GIZ, да, немецкая структура, которая на самом деле является, ну, абсолютно квази-государственной структурой, создана для реализации проекта федерального министерства, но в Центральной Азии большая часть людей на разных уровнях воспринимает ее как международную организацию, которая пришла делать там добро, да, вот, вот такие моменты, это частично, кстати, отвечает на вопрос Дмитрия, извините, вообще-то не знаю, по поводу того, какие бывают другие практики, а вот такие бывают еще, да, это практики разных, разного вида с точки зрения правовой природы, институциональной природы акторов, которые, в общем-то, не особо пытаются отгородиться от того образа позитивного, который создается очень некорректно, да, то есть когда их воспринимают как международную структуру, не имеющую привязки ни к чему такому конкретному, а когда они на самом деле являются структурой вполне себе германской и выполняют, что называется, госзадания, да, получают средства еще из других органов, из других источников, несомненно, но вполне себе в линии деятельности германской внешней политики себя ведут и не пытаются бороться с неправильным, хорошим представлением о них, это тоже практика, когда вроде бы они ничего для этого специально не сделали, они никого не запутывали, но их так стали воспринимать и очень удачно для многих. Но вот по поводу комментариев по Александру Сергеевичу я больше не буду, раз уж я начал реагировать на вопросы Дмитрия, то вот по поводу практики вот такой момент, другой, это действительно литература, литература про то, как мы можем анализировать эти процессы с точки зрения исследования практик, она довольно обширно все-таки сейчас разнообразна, то, что я упоминал, это в большей мере имеет отношение к Европейскому Союзу, но есть еще много чего, что к Европейскому Союзу отношение не имеет и уже было опубликовано, и для меня, например, интересны практики международных организаций, в случае которых мы не будем даже сомневаться, что они являются таковыми, международная организация по миграции, в частности, международная организация труда, Всемирный банк тот же самый и другие, которые действуют в сфере международного регулирования миграции, и у них есть определенные практики, эти практики очень хорошо известны, многие из этих практик являются практиками дискурсивными, то есть создание нарративов, есть замечательные работы Антуана Пику, в частности, книга, которая называется International Migration Narratives, и там он очень хорошо показывает, как создаются нарративы нормализации миграции, то есть как бы одна из практик это нормализация чего бы то ни было, указание на что-то, что является или воспринимается отдельными акторами как проблема, и обратная секретизация, что называется, вывод из сферы безопасности, вывод из сферы ненормальности, в сферу нормальности, эта практика, она интересна, она имеет позитивные эффекты, хоть и не всеобъемлющие, и на нее можно смотреть под разным углом, как это конкретно делается, какие конкретно шаги предпринимаются, это, мне кажется, очень большой интерес представляет, можно об этом говорить долго, но не сейчас, я понимаю, этого не буду, по поводу вашего первого вопроса, как соотносится макро уровень легитимации и микро уровень рутинных практик, но вот знаете, здесь я, наверное, скажу, что я по-другому на это смотрю, потому что макро в данном случае, я бы сказал, что это все-таки история про легитимность, то есть легитимность, она есть, ее признают, деятельность ЕС в данном случае, или ЕС как таковой, как актор, который вмешивается в процессы в Центральной Азии, он легитимен там или нет, вот это результирующая история, и то, о чем я говорил в начале, можно говорить про input legitimacy, output legitimacy, или процедурную легитимность, если процессы у нас институционализированы, они прозрачны, и есть какие-то судебные или квазисудебные механизмы, которые эти процессы разграничивают, контролируют, и если что, могут скорректировать, тогда это процедурная легитимность, но я говорю скорее не об этом, да, не о легитимности, как о результате, меня в меньшей мере или вообще, может быть, даже не интересует, а что там получается, да, то есть легитимен ли в итоге в глазах там какой-то отдельной аудитории Европейский Союз или нет. Меня и как раз в данном случае интересовали именно практики легитимации, и в этом смысле я бы сказал, что эти разные рутинные практики, которые микроуровень представляют, да, они могут быть как бы восприняты в агрегированном виде, как и как раз то, что и составляет легитимацию как процесс. То есть Европейский Союз пытается себя легитимизировать, пытаясь себя легитимизировать, он вступает на дорожку, встает на дорожку самой легитимации, да, это процесс, который он проходит. А как он его проходит? Он использует определенного рода практики, и это практики могут быть разные. Те, о которых я говорил, это практики производства знаний в очень узком виде, да, определенные каналы, которые мы рассматриваем, но практики производства, с одной стороны, да, практики производства, Это то, через какие источники и в каком виде Европейский Союз задействует для того, чтобы эту экспертизу произвести. Но тут же есть и практики использования, и это как раз сразу завязывает меня на вопрос, мне кажется, Анны Владимировны, а как мы используем, как мы имплементируем. Вот мы что пытались показать, не знаю, насколько удачно нам удалось сделать это в статье, в этом тексте, который я не то что сжал, а я просто весь его выкинул сегодня, потому что мне хотелось поговорить о другом, а это просто отсылка к тексту. Но если вам интересно, я рекламирую, конечно, но очень рекомендую тогда почитать, потому что там мы пытаемся показать, что, смотрите, нет как раз никакой истории, на наш взгляд, когда Европейский Союз говорит, давайте мы получим лучшее знание для того, чтобы наша политика стала лучше, эффективнее, для того, чтобы мы содержание нашей политики улучшили. Да, вот это как раз инструментальная функция. Это как раз то, когда мы хотим, чтобы наша политика базировалась на знаниях, чтобы это было вот по той формуле evidence-based policy. Мы говорим, что нет, это не то, что Европейский Союз делает. Мы говорим, Европейский Союз делает policy-based evidence. Они уже знают, чего они собираются делать, плюс-минус. Они на самом деле, как мы показываем, как у нас коллеги показывают, в стратегии немного чего поменяли, но прямо скажем, безумные изменения произошли. И они примерно представляли, что так и будет, потому что это процесс очень сложных внутренних согласований, и мы прекрасно понимаем это все, и там как раз задействуются интересы и ожидания очень разных акторов. Однако у них стояла задача. Неважно, что будет в стратегии, нужно, чтобы игроки разного рода актеры Центральной Азии, как минимум, и другие вот такие вредные в академическом сообществе, как мы, могли увидеть в деятельности Евросоюза включение интересов этих самых местных игроков. Вот нам кажется, что эта история, она плавенствовала, потому что формат, который был придуман, практика консультативных процессов, которая была запущена, и то, как она была, эта практика, реализована, как встречи организовывались, кто приглашался на встречи. Элементарно я просто вам объясню, да, как происходила рассадка людей на этих встречах, да, кого садили во главе, так сказать, в президиуме, кому давали высказываться, а кого садили в аудитории и говорили, а вы просто посидите здесь для фона, да, но вы тут были, всех записали в участники, но они ни разу не открыли рот. Вот эта практика, реальная практика, которая применяется, и при этом все выглядит очень красиво, и нам кажется, что это показывает, что как раз функция производства знаний, да, я вернусь к формулировке Кристины Босфилл, функция производства знаний, использование знаний для Европейского Союза здесь символическая. Это то, что вот Ольга Юрьевна Малинова, наверное, много об этом могла бы рассказать, символическая политика, да, вот символическая функция производства знаний, они делают это ради того, чтобы произвести определенные эффекты, а не для того, чтобы улучшить политику. И так я могу судить, это мнение, которым попытались аргументировать в статье. По поводу отдельно вот истории с Францией и Германией, мне кажется, что я знаю, возможно, ошибаюсь, но мне кажется, что знаю, чей доклад вы имеете в виду, мне кажется, что я слышал этот, не этот же доклад, но этого же коллегу, если я правильно скажу, может быть, нет. Да, точно, тогда точно, и не он, да, и меня тоже тогда это поразило, когда я это услышал, мне показалось это очень специфичной такой парадоксальной историей, но это очень во многом поддерживает, как бы, да, ту линию, которую мы указываем тоже в работе, что Европейский Союз, к большому сожалению, для него, я считаю, в данном случае для него, не задействует тот большой потенциал, который несут в себе люди, которые провели по нескольку лет в Центральной Азии, которые лучше понимают контекст, которые имеют уже определенные контакты и связи, которые могли бы работать, но эти люди, возвращаясь в Брюссель, оказываются где-нибудь в Брюсселе. Не знаю, на африканском направлении или еще на каком-то, и это показывает, насколько не важна их экспертиза по факту, потому что их экспертиза гораздо интереснее, да, их понимание поля, их знание местного контекста гораздо лучше и больше, чем это можно себе представить даже. Мы не знаем всего, что они знают, но вот эта история с Францией и Германией показательно, какие-то моменты, которые Франция действительно могла бы пытаться продолжать транслировать, наверное, в каком-то смысле она упускает эти возможности. Но я здесь не эксперт, глубоко заходить в это не хочу, и таких каких-то особенных обсуждений тоже, однако ситуация действительно интересная. Надеюсь, что я вроде бы на все отреагировал, я вижу, что мы прям подбираемся уже по 17.00, а это, наверное, наш максимум-максимум, да. Поэтому я, наверное, на этом остановлюсь. Огромное всем спасибо за интерес, за дискуссию, за комментарии, за вопросы, потому что благодаря правильной технической организации все это останется записанным, и я собираюсь это использовать в тексте, который, я надеюсь, написать когда-нибудь, если позволит другая работа. Большое спасибо, коллеги. Олег Владимирович, огромное спасибо вам за ваш доклад, за то, что вызвали сегодня такую интересную дискуссию. Мне кажется, мы обсудили очень много вообще аспектов международных отношений, начиная от того, что такое вообще Европейский Союз, да, что он из себя представляет, заканчивая тем, какие практики Европейского Союза для себя может подчеркнуть Россия, и что из этого можно реализовать. Так что, коллеги, дорогие дискуссанты, Александр Сергеевич, Сергей Александрович, Ирина Вячеславовна, огромное вам спасибо за ваши комментарии, и, конечно же, спасибо всем слушателям, всем участникам. Будем рады видеть вас на наших других мероприятиях Центра комплексных европейских и международных исследований. Всем спасибо. До свидания. Спасибо большое, коллеги. Всем всего доброго. Спасибо большое. До встречи. Спасибо. Продолжение следует...